Сегодня четвертая лекция. Это почти половина первой части. Довольно круто, что так много человек уже дошло до четвертой лекции. Давайте начнем с небольшого организационного вопроса. Я просил к сегодняшнему дню определиться с темами проектов и составом команды. Кто еще это не сделал, поднимите руки, пожалуйста. Ух ты. В общем, подойди ко мне на перерыве, обсудим. Окей. Ну давайте, как всегда, начнем с того, что вспомним, о чем были предыдущие лекции. Кто был вообще на прошлой лекции? Чему она была посвящена? Как работает Автоград, рассказывали? Так, а как вообще строятся графы вычисления в PyTorch? Так. То есть, смотрите, если я напишу что-нибудь типа for e in range 5, x равен f от x. Как будет выглядеть граф? Ну, x, а то перемены типа variable. У нас сначала будет первое значение x, потом у вас создастся новая вершина с значением f от x и от нее будет ссылка на вершину, от которой она пришла. Ну, соответственно, f от f от x и так далее. Окей. И потом, когда вы сделаете backward, захотите вычесть градиент, у вас, соответственно, по обратным ребрам будет запущен проход. То есть, вы подниметесь вот так и вот так. Окей. Ну, еще мы говорили о том, что такое нейронные сети на первых лекциях. Мы говорили о том, что вот есть перцептрон. У перцептрона есть проблема в том, что он не может моделировать исключающие или. Потом мы говорили о теореме об универсальном опросхиматоре, что при помощи нейронной сети с одним скрытым слоем мы можем моделировать любую непрерывную на компакте функцию. И потом еще говорили о том, что есть некоторые проблемы с нейронными сетями, то, что они переобучаются, то, что требуется огромное количество нейронов для того, чтобы выучить любую функцию. И частично решали эти проблемы. Сегодня мы рассмотрим еще один способ решения проблемы, а именно введение новых слоев. Мы поговорим сегодня о свершенных нейронных сетях и, в частности, рассмотрим, как можно интерпретировать. Вообще, это довольно интересная тема, поскольку очень многие забивают как раз на свершенных нейронных сетях. Я очень много встречал людей, которые считают, что они знают deep learning, а при этом они доходят до свершенных нейронных сетей, ничего из того, что сейчас вышло нового, про ганы, про обучение с подкреплением, ничего не знают. Поэтому, если вы хотите отвалиться, отваливайтесь лучше в конце курса. Мы знаем еще очень много всего интересного. Ладно. Собственно, свершим нейронные сети. Вообще, такой особый интерес к глубинному обучению начался после того, как в соревновании MajNet победила нейронная сеть. Что такое вообще соревнование MajNet? У вас есть тысяча классов, разные собачки, всевозможных пород, разные машины, все, что только возможно. И у вас есть примерно тысяча объектов на каждый класс. Это вот сколько получается миллион изображений. И задача, соответственно, классифицировать по картинкам. Кроме основной категории, где надо просто классифицировать, есть еще задача на локализацию. Вам надо выделить область, где находится объект и так далее. Можно вопрос? Да? А я тебя не помню сколько? Нет, так не скажу. Вы имеете ресурсы скачивать на компьютере? На компьютере вы вряд ли сможете чего-нибудь обучить для MajNet. Все-таки вам нужны довольно-таки серьезные учительные ресурсы для того, чтобы какие-то современные модели обучать на MajNet. Ну, если у вас есть какая-нибудь более-менее современная видеокарта, то, скорее всего, сможете уже обучить. Так, тут пример данных. Тут есть жук, корабль, мотоцикл, леопард. И показаны отклики нейронной сети. То есть тот класс, за который нейронная сеть голосует больше всего, второе место, третье, четвертое и пятое. Ну, что мы тут видим? Например, жука мы правильно классифицировали. Корабль тоже, леопарды тоже. А вот, интересно, вот такая картинка. У нее правильная метка – это гриль. А нейронная сеть предсказывает, что это кабриолет. И фактически в данном случае нейронная сеть права, в то время как люди, которые замечали выборку, были неправы. Есть еще интересный пример с мадагаскарской кошкой. Нейронная сеть говорит, что это squirrel monkey. Это неправильно, но на самом деле это очень близко к тому, что есть на самом деле. И, наконец, вот этот интересный пример с собачкой и вишней. Правильный цвет – вишня, а нейронная сеть предсказывает, что это думатинец. Ну, тоже тут можно поспорить с тем, кто ошибся. Человек, который размечал эту картинку или нейронная сеть. Это показана ошибка, задача классификации против лет. То есть, например, в 2010 году ошибка была порядка 30%. И самое большое улучшение началось после 2012 года, когда впервые как раз первое место заняла нейронная сеть. И с тех пор каждый год первые места – это различные новые архитектуры нейронных сетей. В частности, вот несколько лет назад выиграла нейронная сеть сотни слоев, там 152 слоя, по-моему, было. В частности, они в статье предлагали, как можно сделать тысячу слоев. И мы это все рассмотрим через пару лекций. Окей. Собственно, сейчас нас будет интересовать, что такое свертка. Как я сказал, выигрывают свертки сети, поэтому нас будут интересовать сейчас именно они. Так. Фактически, это операция, которая берет на вход два, ну, будем считать для начала, что бесконечных массива, и вычитает операцию следующего вида. Так, давайте я буду показывать. Да, давайте для простоты начнем с того, что у нас один из массивов какой-нибудь маленький, условно, длиной 3 для примера, второй чуть побольше. Тогда результатом будет, опять же, вектор. Будем считать, что такой же длины, как и вектор m, элемент, который будет вычисляться следующим образом. Мы берем a, переворачиваем его, и начинаем его подставлять во все возможные позиции по отношению с вектором m. То есть подставляем сюда, к 3, 4, 2, и вычисляем солярное произведение. То есть будет 3 умножить на 0.2 плюс 4 умножить на 0.2 плюс 2 умножить на 0.2. Раздвигаем на единичку направо. Опять подставляем, будет что? 0.2 на 4, 0.6 на 2, 0.2 на 7. Вычисляем и записываем в ячеек, соответствующую центру вектор a. Так, давайте перепишем на доску и пробуем вычислить в каких-нибудь еще позициях. Допустим, у вас a был, скажем, 0.2, 0.6, 0.3, чтобы было несимметричное ядро. m возьмем такое же, как на слайдах. 3, 4, 2, 7, 1, 6, 2, 8. Допустим, мы хотим вычислить свертку вектора m с ядром a. Что мы делаем? Мы сначала переворачиваем ядро. Получаем 3, 0.6, 0.2. И начинаем его подставлять в различные позиции. Сюда, 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 сюда и так далее. Допустим, прислоняем сюда. Что здесь нужно записать? Перевернутое ядро. 0.3, 0.6, 0.2. Теперь я перемножаю. Получаю сколько? 2.1, 0.6, 1.2. Теперь суммирую. Сколько получаю? Да, 3.9. И фактически я записываю этот результат в ячейку, соответствующую этому индексу. Итак, я могу сделать для каждого значение и получить результат. Почему нас вообще интересует такая вещь? Получается поворотно. Сейчас. То, что мы повернули, у нас не видно на стадии по каждому. Там a минус it. Фактически это будет соответствовать тому, что мы переворачиваем a. a. Да, мы сейчас об этом поговорим. Да, мы сейчас об этом поговорим. Да, мы об этом сейчас поговорим. Так. Что, вопрос? Все разобрались? Да, об этом мы тоже поговорим. Фактически это будет обеспечивать коммутативность операции. То есть a свертка b будет равно b свертка a. Мы это докажем даже. Да, правильный был вопрос. Получается так, что для некоторых значений этого вектора мы не можем вычислить результат. Например, для того, чтобы вычислить результат здесь, мы должны как бы приложить вот это ядро вот сюда. И у нас некоторые элементы выходят за границу исходного массива. Ну, тут несколько вариантов. Во-первых, можно сказать, окей, давайте считать, что у нас итоговый вектор будет размер длины чуть поменьше. Насколько меньше? На длину ядра минус 1 пополам. Так? Например, если 3 было, 3 минус 1, 2, пополам 1. Получается? Можно просто целое число, а 1 пополам? Плюс 1 должно быть, да? Нет, минус. Плюс 1. Длина ядра плюс 1 пополам. Для 3 получим 2. Соответственно, мы здесь не можем и для вот этого не можем посчитать. А мы считаем, что у нас нечетная длина ядра. Окей? Так. Вот. Можем сказать, что итоговый результат чуть короче, либо можем дополнить какими-нибудь эффективными элементами исходный вектор, пока не получим такую длину, чтобы итоговый результат был такой же, как исходный вектор. Например, можем заполнить нулями. Можем заполнить тем же элементом, который встречается на конце. То есть, фактически, если вот первый элемент был A, то дальше мы будем заполнять A. Там A, A, A. А справа будем C, C, C. Можем зеркально отражать. То есть, мы берем последний элемент, там будет A, предпоследний B, его тоже переносим. И то же самое делаем справа. Причем, отражать тут надо еще понять как. Можем, например, циклически отражать. Ну, то есть, да, смотрите, тут вопрос в том, относительно чего отражать. Можем либо отражать относительно границы, либо относительно последнего элемента. Понятно, да? Вот здесь будет A, B, C. Можем относительно этого элемента будет A, B. Так, соответственно, также мы можем использовать циклический отступ. Тогда мы слева пишем элементы, которые находятся в конце самого массива. И у свертки есть много всяких интересных свойств. В частности, те, которые нам будут интересны, это ассоциативность. Вы можете в любом порядке вычислять свертку в случае, если у вас вектора бесконечная. Линейность вы можете домножить один аргумент на число. Это и результат будет просто умножение на число свертки. Также дистрибутивность свертка какого-то сигнала с суммы других равняется сумме сверток. И, наконец, коммутативность. Давайте, например, докажем коммутативность. Как будем это делать? Можем просто определить. Так, давайте определение. А свертка с В равно сумме. Мы считаем, что у нас сигнал бесконечный. Тогда это будет В от минус бесконечности до плюс бесконечности. А давайте считаем, что это свертка в позиции И. В плюс И, В минус В. Похоже на определение? Чего дальше делаем? Так. Ну, то есть делаем замену что-нибудь типа В плюс И равно минус В штрих. Получаем, опять же, сумма от минус бесконечности до плюс бесконечности. А минус В штрих. А В какое будет? В штрих плюс И, да. Ну, это не что иное, как свертка Б с А в позиции И. Ну, доказали до каждой позиции. И того оба вектор равны. Ну, по аналоге можно доказать остальные свойства. Окей. Но одномерные сигналы нас не очень интересуют. Мы больше хотим работать с картинками. Что делать с картинками? Ну, есть два типа картинок. Черно-белые и цветные. Начнем с черно-белых. Черно-белую картинку можно записать как матрицу. В каждой ячейке которой написана яркость соответствующего пикселя. Ну, условно будем считать, что 0 – это черный цвет, 255 – это белый. А что-нибудь посередине – это оттенки серого. Окей. Мы хотим вести какую-нибудь операцию, которая работала примерно так же. Вот у нас есть исходный сигнал. Мы прислоняем ядро, двигаем его и вычитаем стиллярное произведение. Теперь у нас сигнал двумерный. Давайте ядро у нас будет двумерным. Тогда что у нас получается? Вот у нас есть, например, 3х3 ядро. Мы им бежим по картинке и вычитаем стиллярное произведение. Например, если ядро у нас такое – 4, 0, 0, строчек из нулей – 0, 0, минус 4. А изображение в левом верхнем углу выглядит так. Мы перемножаем поэлементно эту часть матрицы и ядро. Вот эти элементы зануляются. И единственное, что останется – это 2 на минус 4, и того будет минус 8. Да? Мы там выворачивали, ну, там минусы играли. А как матрицу будет транспонировать или… Можно отразить так и так. Это фактически да, будет транспонировано. Да. Я вроде бы сказал, что переворачиваем нужно для того, чтобы была коммутативность. Если мы попробуем доказать без переворота и здесь не будет минуса, то в результате мы не получим то же самое при перестановке. Давайте посмотрим, как мы можем изменять изображение при помощи свертки. Для этого давайте посмотрим какие-нибудь разные ядра. Вот отжественное ядро, которое ничего не делает – это просто будет матрица 3 на 3, допустим, в центре которой единица. Согласно, мы ставим ядро в какую-то позицию, вычитываем стиллярное повреждение и в результате получаем значение в соответствующем пикселе. Так все остальные будут нулевые. Можно рассмотреть такое ядро – 0, 1, 0, 1 минус 4, 1, 0, 1, 0. Это ядро будет выделять границу. То есть по факту, что это такое? Мы берем 1 минус 1, такие маленькие ядра, и суммируем их по всем четырех направлениям. Фактически ядро 1 минус 1 смотрит, насколько сильно изменяется в данный момент яркость. Если яркость изменяется сильно, то там, скорее всего, граница. И фактически за счет этого после свертки с таким ядром мы получим картинку, которая будет содержать границу. Окей, если у нас есть граница, мы можем сделать такой трюк, как повышение резкости. Мы можем взять исходную картинку и прибавить к ней границу. Тогда получим более резкую картинку, нежели то, что было изначально. Вот как мы видим на третьей картинке. Окей, это черно-белое изображение. Мы хотим работать с цветными. Что мы будем делать с цветными изображениями? Три цвета по каждому. Да, три канала. Теперь у нас есть не двумерная, а трехмерная матрица. Тензор. Трехмерный тензор на входе. И что мы делаем? Давайте это красиво нарисуем. Так. Значит, вот у вас есть на входе трехмерная матрица. Тензор. Какие у нее размерности? Ширина изображения, ну, высоту изображения на количество каналов. Например, если мы работаем с red, green, blue, то у нас будет c равно трем. Там первый отвечает словно за red, второй за green, третий за blue. Мы вычитаем свертку с ядром, у которого будет следующая размерность. Мы будем считать, что ядра квадратные. Допустим, k на k, и еще у нее будет количество каналов, равное c. То есть в данном случае ядро это будет трехмерный тензор. Первый канал его будет отвечать за преобразование красного канала, второй за преобразование зеленого и третий за преобразование синего. Давайте в качестве развлечения попробуем составить такое ядро, которое будет менять местами красные и зеленые каналы. Давайте в качестве k возьмем 1, то есть 1 на 1 будет тензор. Тогда нам надо задать три числа. Да, я чуть поспешил. Я задам этот вопрос через пару минут. Мы вычитываем свертку исходного изображения с ядром и получаем что? Мы получаем матрицу двумерную. Согласны? Когда прислоняем вот это ядро, мы как бы пронизываем все каналы, вычисляем солярные впреждения и получаем одно число. И поэтому в результате мы получим, у нас не будет размерности по каналам, осталось только пространственной размерности. С этим все согласны? В это ширина картинки, аж это высота картинки. А почему до этого мы не убирали размерности, а делали исходно? Мы сейчас вышли и убрали. Да, когда мы вычитаем свертки, мы как бы опираемся на локальность в изображении. То есть мы применяем одну и ту же операцию к маленьким кусочкам изображения. А когда мы смотрим на каналы, здесь нет никакой связи. Если мы будем постепенно вот так двигаться вдоль каналов, ну как бы с красным перескочем и зеленым, нельзя сказать, что там последние каналы и предпоследние не близки. Ну как бы синий и зеленый, странная вещь. Поэтому для цветных изображений используют именно свертку, которая количество каналов совпадает с количеством каналов в исходном изображении. В итоге мы получим изображение. Будем считать, что мы используем padding нулями условно. Тогда пространственные размеры сохранятся, а количество каналов будет равно единице. Окей. Получается, мы из цветного изображения получили черно-белое. Но мы все-таки хотим получать из цветных изображений цветные, например. Чего тогда мы можем сделать? Можно взять еще одно ядро. Вот это было ядро v1. Давайте возьмем еще одно ядро, которое будет такие же размерности. Назовем его v2. И тогда мы получим опять же v на h. И так можно сделать несколько раз. Ну, допустим, 3. Тогда мы получим в итоге цветное изображение. Если мы его сделаем 4 раза, мы можем интерпретировать этот результат как цветное изображение и канал прозрачности. Хорошо. Давайте это все объединим в матрице. У нас некоторое количество раз повторяется двумерная матрица. Значит, если мы все это объединим, мы получим трехмерный тензор. Давайте его нарисуем. У него будут размерности v на h на какой-нибудь c'. Где c' равно количество раз, которое равно количеству ядер. Ядер, соответственно, тоже можно объединить в массив 1, у которого первым индексом будет номер ядра, а дальше три индекса будут отвечать за номер канала, столбец и строку. Тогда v – это будет четырехмерный тензор. c' – количество таких тензоров на c – количество исходных каналов на v на h. Мы получили четырехмерный тензор. Окей? Так. Ну, и примерно то же самое показано на слайде. Собственно, вот мы изучили сейчас операцию свертки. Да, давайте все-таки вернемся к задаче. Давайте пробуем придумать такое ядро, чтобы на вход мы подавали обычный квадрат. картинку, а на выходе мы меняли местами каналы r и g, то есть красный и зеленый. Сейчас, вот здесь k на k. Так, давай считаем, что k единица. Тогда нам нужно получить четырехмерный тензор размерности 3х3х1х1. Ну, запишем его как матрицу, чтобы было удобнее. Здесь c штрих, здесь c. Так, какие будем элементы сюда записывать? Просто взять две матрицы, где там единичка. Останавливаем 2 на 1. Так, давайте попробуем это сделать правильно. red, green, blue, red, green, blue. Так. Вот так, вот так, вот так все остальные нули. окей, соответственно, если мы свернем наше слотное изображение с таким ядром, да, мы действительно получим результат, с которым каналы поменялись местами. Так же, подбирая различные значения весов у свертки, ну, у ядра свертки, мы можем получать различные эффекты. Например, мы можем сглаживать изображение. Если там есть какой-то шум, можно его убрать, можно выделять границы и много всего другого. И поэтому свертки довольно широко используются в нейронных сетях. Теперь, давайте попробуем это запихнуть в слой. У вас есть вход, это какой-то трехмерный тензор. У вас есть веса, которые обучаются алгоритму обратного распространения ошибки. И у вас есть выход, который является, опять же, трехмерным тензором. Окей? Так. Наряду со сверткой очень часто используют операцию пулинга. Как она работает? Вы берете свое изображение и вдоль пространственных размерностей вычисляете какую-нибудь статистику. Например, вы можете взять ядро размера 2 и бежаться не пересекающимися квадратиками по изображению размера 2. И в каждом таком квадратике, например, их здесь 4, там красный, зеленый, желтый, синий, вы вычисляете какую-нибудь статистику, например, максимум. Если вы считаете максимум, то это так называемый MaxPooling. Например, в красном квадратике максимальное значение 6, поэтому в результирующей тензор мы запишем 6. В зеленом 8, мы записываем 8. Дальше 3 и 4. И в итоговом изображении пространственные размерности, соответственно, становится в 2 раза меньше. Согласны? Если бы мы взяли размер окна 3, то итоговая картинка стала бы в 3 раза меньше и так далее. Кроме MaxPooling можно использовать на самом деле любую статистику. Можно взять среднее, можно взять сумму, минимум, корень из суммы квадратов, что угодно. Но обычно используется MaxPooling. Для чего вообще это нужно? Во-первых, у этого есть хорошая биологическая мотивация, что это позволяет выбирать наиболее активные нейроны. То есть, допустим, у вас вот этот нейрон говорит, что я думаю, что в соответствующей области находится кошка, это говорит, что собака, это говорит, что стол, это говорит, что стул. И тогда мы вычислим значение, насколько нейрон уверен в том, что какой-то интересующий нас объект находится в соответствующей области. Во-вторых, за счет такой агрегации мы вырабатываем небольшую инвариантность к сдвигам. То есть, если изображение было подвинуто на один пиксель, то в многих регионах значение статистик не изменится. И тогда у нас здесь станет более-менее невероятно к небольшим сдвигам. Следующая причина, которую применяют в пулинге, это увеличение рецептивной области. Что такое рецептивная область? Давайте на примере одномерных сигналов посмотрим для изображений, что делается по аналогии. Так. Вот у вас есть длинный сигнал. Вы вычитаете свертку. Допустим, ядро размерности 3. И получаете результат такой же длины. Применяйте еще раз свертку. Все-таки по-английски convolution, поэтому я буду писать conf. Еще раз. Давайте возьмем какой-нибудь элемент этого вектора. Какие точки исходного вектора повлияли на значение, которое получилось в этой области? Давайте расчертим. Так. Значит, здесь повлияли вот эти два, а на эти, на это повлияли вот эти, на это повлияли вот эти три, на этот вот эти. Итого, вот эти первые пять точек повлияли на значение, которое получилось в соответствующей ячейке. Вот эта область называется рецептивной областью. То есть та область, которая влияет на значение в соответствующей ячейке. Так вот, когда мы делаем пулинг, мы довольно-таки резко увеличиваем рецептивную область. Например, мы сделали пулинг по, ну там скажем, по двум ячейкам. Тогда на сколько у нас увеличится область? То есть сюда, отсюда. Да, в данном случае не сильно. Так, я правильно посчитал? Сюда, сюда, да. Окей, вот. Ну, по факту вы увеличиваете при пулинге рецептивную область. Ну, вы ее также увеличиваете при свертке. И, наконец, главный, наверное, плюс это то, что при уменьшении пространственных размерностей снижаются вычислительные затраты. Допустим, у вас было огромное изображение, там 1000 на 1000 пикселей. Вы сделали пулинг, получили изображение 500 на 500, то есть в 4 раза меньше пикселей. И вы можете потратить, например, эти ресурсы, которые вы сэкономили, на то, чтобы увеличить количество каналов. Потому что, на самом деле, не обязательно тянуть с собой там три канала. Никто не говорит вам, что у вас изображение должно быть в ряду GreenBlue. Допустим, вы можете на первом слое взять три канала, на втором там 8, 16, 32, 64, постепенно увеличивать количество каналов. При этом обычно, когда вы увеличиваете количество каналов, вы уменьшаете пространственные размеры. И суммарно вычислительные затраты друг друга компенсируют. Окей? Так, вот пример одной из популярных нейронных сетей, которые используются для классификации, имиджнета. Нейронная сеть называется VGG16. Подробнее об этой архитектуре и других поговорим на лекции про архитектуру нейронных сетей. Но сейчас давайте посмотрим, как устроена эта сеть. У нас есть вход. Это изображение размера 224 на 224 на три канала. Red, Green, Blue. Затем мы считаем две свертки и делаем результат с количеством каналов 64. То есть, фактически, какой будет размер, какая будет размерность у ядра первого сверочного слоя. Ну, свертка 3 на 3 считаем по пространственному размеру. А, вот слоя 64 уже, да? Да. 3, 3, 3, 64. Да. Правильно. Соответственно, у второго слоя будет 3 на 3 на 64 на 64. Дальше делается Max Pooling. И вы уже получаете изображение меньшего размера. В данном случае это будет 112 на 112. И в следующей свертке вы повышаете количество каналов до 128. Так вы постепенно увеличиваете количество каналов. Например, на последнем слое будет 512. Чередуя это с Max Pooling, который понижает пространственный размер все два раза. В итоге вы получаете вектор размер 7 на 7 на 112. Вы можете его вытянуть в один вектор. И дальше тренировать, дальше добавить полноосвязанные слои на этом векторе. То есть у вас есть вектор 7 на 7 на 112. Следующий размер следующего слоя 4096. Дальше уменьшаете, уменьшаете, доводите до 1000. 1000 – это количество классов вы межнете. Пропускаете через Softmax. Впускаете в Negative Log likelihood loss. И обучаете это градиентным спуском. И в итоге вы получаете сеть, которая в 2014 году победила в категории по классификации. Изображение в межнете. По-разному. Вначале идут 2, потом здесь 4, 3. Тут по-разному получается. А чем связано в группах, что по-разному 5 количество конволюций? Ну, во-первых… Почему вы взяли одно и то же количество на трафту? Это интересный вопрос. Вообще, мне казалось, что одинаковое количество. Меня смущает сейчас в данной картинке то, что у первой почему-то нарисовано 2. 2 свертки. Надо уточнить, какая на самом деле была архитектура. А, и второе 2 тоже. Ну, окей. Значит, когда большие пространственные размерности, мы делаем небольшое количество. То есть, фактически, вы, как только сделаете здесь пулинг, вы посмотрите сразу на огромную область изображения. И после этого свертки с небольшими изображениями, размерами 22-22, уже гораздо дешевле. Поэтому, видимо, первые слои… Там до первого пулинга маленькое количество слоев. А потом, чем меньше размер изображения, тем больше слоев используется. Вот. Ну и плюс это, скорее всего, экспериментально подбиралось. То есть, они запустили несколько моделей с разными архитектурами и выбрали та, которая им больше всего понравилась. Почему она, кстати, называется WG-16? Что значит 16? Может быть, 16 — это количество слоев? Да, это количество слоев. Окей. Давайте подумаем о том, как можно вообще интерпретировать обычные нейронные сети. Вот. Они выучивают какие-то фильтры. Нам хочется понять, почему нейронные сети отвечают то или иное. Например, почему она там говорит, что на изображении собака, а не вишня. Вот сейчас мы об этом поговорим. Начнем с истории того, как вообще раньше, до свершенных нейронов сети, решалась задача классификации, например, изображений. Раньше выделялись какие-то так называемые handcrafted feature, то есть признаки, которые люди выделяли руками. Например, можно было искать границы. Это все можно делать алгоритмически. Можно использовать гистограммы градиентов, так называемые HOGI. И потом на выделенных признаках уже тренировать, например, какие-нибудь классификаторы, например, SWM. И это давало довольно хороший результат. И до свершенных сетей занимало, как правило, такие топовые места в том же ImageNet. И фактически у Vidaldi была очень хорошая презентация про это. Сначала выделялись конкретные признаки и кидались в какой-нибудь классификатор. Потом начали использовать kernel-эмбэддинги. Вы знакомы, наверное, с kernel SWM, Ethernet SWM. Потом начали добавлять metric learning. И, наконец, вот это все можно объединить в один фреймворк глубинного обучения и обучать уже, так сказать, end-to-end. То есть от изображения до выхода классификатора все можно обучать при помощи градиентного спуска. И ни подбор признаков руками, ни подбор параметров ядра, ничего другого уже не делается руками. Уже все делается просто градиентным спуском. Вообще, почему начали интересоваться свершенными нейронными сетями? Я просто свертками. И как вообще в мозгу устроены нейроны, которые отвечают за изображение, которое мы видим? Можно показать. И ребята втыкали иголки в мозг обезьяни, что нейроны, которые находятся близко к глазу, которые первыми обрабатывают информацию, полученные от сетчатки глаза, начинают отличать какие-то переходы. То есть, например, области, в которых слева яркое что-то, справа что-то темное. Те нейроны, которые уже связываются с этими нейронами, могут находить разные прямые, прямые под разными углами. И чем дальше мы идем по нейронной сети, тем более сложные образы активируют тот или иной нейрон. Например, может быть какой-нибудь нейрон, который активирует, когда вы видите кошку или когда вы видите собаку. И мотивируясь этим как раз… В общем, ровно такие эффекты мы сейчас увидим на обученных нейронных сетях, что у вас первые слои выделяют какие-то простые признаки, там переходы в яркости. Следующие выделяют уже непосредственно прямые под разными углами, то все более и более сложные образы выделяются. Эти ребята к юбиле видели, они получили Нобелевскую премию за исследование. Окей, как мы будем интерпретировать модели? Это так называемые deconvolution-сети. Мы о них подробнее будем говорить, когда будем рассматривать тему переноса стиля. Но сейчас давайте посмотрим вот что. У нас есть какая-то обычная модель, и мы хотим понять, какие нейроны были ответственны за то, что получили тот или иной выход. Что можем сделать? Во-первых, мы можем взять какой-нибудь срез нейронной сети, посмотреть его активации, и те нейроны, которые наиболее активированы, можем взять их рецептивную область и подсветить. Допустим, на этом слое у вас здесь очень активный нейрон, он выдает очень большие значения. Вы хотите посмотреть, а что же его активирует? Вы берете его рецептивную область и подсвечиваете. Но это довольно неэффективный способ, поскольку вы, скорее всего, подсветите просто все изображение. Что можем сделать? На самом деле, можем еще посмотреть на свертки. Например, если у вас значения в ядре свертки были 0,1, 0,1, 9, 0,1, то, скорее всего, к активации этого нейрона был причастен нейрон на этой позиции. В данном случае это будет вот этот. Который как раз умножался на 0,9. Давайте его подсветим с коэффициентом 0,9. Это подсветим с коэффициентом 0,1. Это с коэффициентом 0,1. И так распространим до самого первого слоя, то есть до изображения. Дальше есть некоторые проблемы с тем, что вы где-то используете нелинейности, там relu как relu обращать не очень понятно. Но можно сказать, что окей, давайте тогда еще раз просто через relu пропустим. Как через пулинг пропускать обратную вот эту информацию? Ну, запоминание, где был максимум. Да, запоминание, где был максимум, и туда распространять этот сигнал, а остальные нули, например. Да, правильно. Окей. Когда мы пробуем обращать свертку, допустим, свертка брала вот эту область, и сжимал ее всю в одно число, мы можем обратную операцию записать через так называемую трансподированную свертку. То есть это проще всего показывается на картинке. Вот у вас есть зеленое изображение, и вы каждую точку как бы разворачиваете в множество точек. То есть при свертке вы наоборот агрегируете все в одну точку, а здесь разворачиваете. В одном верном случае это можно записать так. Например, если у вас ядро было 1, 2, 3, 4, вот у вас есть какое-то значение сигнала, то сюда вы запишите 1, 2, 3, 4, помноженное на значения в соответствующей ячейке. Для второго вы домножите на 1, 2, 3, 4, и прибавите к текущим значениям в соответствующих четырех ячейках и так далее. Ну и давайте наконец посмотрим, что выучивается в слоях нейронной сети. На первом слое выучиваются какие-то детекторы границ. Давайте так сделаем. Так, это показаны те куски изображения, которые больше всего были ответственны за то, чтобы активировать нейрон на первом слое. Как мы видим, какие-то такие простые переходы под разными углами активируют. Иногда просто паттерны одного и того же цвета. Давайте перейдем ко второму слою. Здесь уже выделяются текстуры. Текстуры, здесь какие-то кружочки. Здесь это очень похоже на шерсть. Уголки шляп. Очень много всего интересного. Давайте пойдем дальше. Третий слой. Смотрите. Вот этот нейрон был ответственным за то, чтобы выделять колеса. Это за какие-то кругло-оранжевые предметы. Это за людей. Смотрите, мы на третьем слое всего лишь уже можем находить людей. При этом мы нейронной сети никогда не говорили, что вот ищи людей. А что не киты конкретные люди? Какие-то абстрактные люди просто. Вот вы идете по улице, а тут человек, 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 человек. А это не человек. Окей? Ну, то есть… Какие слои здесь вы активировали? Так мы же так, что мы там говорили. А, слои еще не помогли. Да, да. И потом мы находили тот регион, который был более всего подсвечен. Тот, который больше всего был ответственен за то, чтобы активировать соответствующий нейрон. И вот на нескольких изображениях рисуют области выделенные. Вот это отвечает за что-то типа штрих-кодов. Чего-то еще интересного есть. Какие-то такие мозаичные структуры. Так, давайте посмотрим, что у нас на более голых слоях. На четвертом слое выделяется, например, уже лица собак, мордочек собак, причем более-менее одной породы. Я не эксперт в собаках, но похоже. Красные объекты, птицы, причем, судя по всему, те, которые стоят на воде. Ноги животных. Следующий слой – глаза птиц, опять колеса, собаки, цветочки и так далее. Да что-то странное выделилось. Окей. То есть, по факту аппарат дикноволюции – это довольно-таки простой способ посмотреть, чему же выучится ваша нейронная сеть. Ну, вообще, как в итоге классификация строится? Вот у вас есть много таких фильтров, там, цветочки, кнопочки, глаза, и каждый из них активируется сколько-то. Например, один говорит, что здесь есть на этом изображении глаза, второй говорит, что здесь есть уши, третий говорит, что здесь есть рот, нос. Мы их суммируем и понимаем, что это какое-то там животное, например. И, скорее всего, если у нас были нейроны, которые отвечают за поиск глаз, например, птиц, то в итоге мы получим как бы птицу. Окей. И последнее, что я хочу показать – это так называемый перенос знаний или transfer learning. Нейронные сети обучать очень дорого. Например, если вы возьмете какую-нибудь топовую сеть, там, ResNet, у которой 152 слоя, ну, вы не обучите у себя на ноутбуке. И вопрос. Если уже кто-то обучил нейронную сеть, можем ли мы ее использовать для каких-нибудь своих задач? Например, у нас была задача и мы жена, классификация там на породы собак, на породы кошек, на разные машины, овощи, фрукты, на все, что только возможно. А у вас задача классифицировать там мальчиков и девочек, как мы на первом занятии это делали. Зачем учить свою сеть с нуля? Вы уже знаете, что у вас какие-то первые нейроны вот этой большой сети выучивают там детекторы границ. И, скорее всего, если вы будете тренировать с нуля, то у вас ваша сеть опять же выучит те же самые фильтры. Идея заключается в том, что мы хотим как-то дообучить нейронную сеть. Ну, здесь это красиво показано, у вас есть данные, но в отличие от обычной задачи обучения с учителем, у вас есть еще какой-то источник знаний. В данном случае это ваша уже обученная нейронная сеть. И вы хотите решить вашу задачу. Как работает Transfer Learning? В самой простой ситуации вы берете вашу нейронную сеть, отрезаете последние слои, сохраняете активации нейронной сети на последнем оставленном слое и учите какой-нибудь простой классификатор на выходах. Смотрите, Forward Path сделается очень просто. Это вы можете сделать даже с тебя на ноутбуке. Вам не требуется много дополнительной памяти. Это реально дешевая операция. Вы берете всю вашу выборку мальчиков-девочек, пропускаете через, ну, в данном случае, первый совершенный слой, второй, третий, четвертый, пятый, первый полносвязанный слой. Получили какие-то значения. И на них обучаете уже там линейную регрессию, допустим. Линейную регрессию всегда очень просто обучить. И получается хорошее качество. Потому что, как мы видели раньше, на глубоких слоях нейронной сети выучиваются довольно-таки адекватные признаки. То есть там не что-то абстрактное выучивается, что там где-то здесь лапа, где-то здесь хвост, а реально вот наличие собаки в какой-то области и так далее. Это в самом простом случае, когда у вас очень мало ресурсов. Если у вас ресурсов чуть побольше, вы можете взять вашу нейронную сеть, отрезать последние слои, провинциализировать их заново и обучать всю нейронную сеть алгоритм обратного распространения ошибки. Но при этом у вас первые слои уже будут обладать какими-то полезными свойствами. И поэтому обучение будет гораздо быстрее. И это очень часто происходит на практике. Вот если мы посмотрим на график обучения, как он обычно выглядит при transfer learning, то вот это как было бы без transfer learning, а вот это то, что получается с transfer learning. Как правило, вы начинаете сразу же с довольно-таки хорошего качества. У вас сеть обучается гораздо быстрее. И очень часто сходится к более хорошему решению, чем если бы вы обучали нейронную сеть с нуля. Почему так происходит? Ну а потому что хорошие признаки выучились. Так. Ну они бы могли на нашей выборке, по идее, выучиться. Почему у нас получается? Так они может быть потом выучиться. Вот она ждут, эта симпатия жиренькая, она постепенно выходит на нашу. Может быть. Да, вообще еще один очень важный аргумент. То, что им нужна огромная, а у вас выборка, скорее всего, маленькая. То есть, возможно, у вас не миллион изображений мальчиков и девочек, а только там, не знаю, сто. Вам надо очень быстро научить нейронную сеть. Вот если вы возьмете очень глубокие нейронные сети, они никогда не обучатся на 100 объектах. А вот на миллионе обучатся. И поэтому уже… И как раз за счет этого, если у нас уже есть какое-то знание, заложено нейронную сеть за счет обучения на ImageNet, например, вы сможете это знание переиспользовать. Окей, еще про transfer learning. Такая картинка, что когда вы начинаете с уже предобученной нейронной сети, вы фактически ограничиваете область поиска. Так как вы не можете далеко уйти от начальной точки, то, скорее всего, вы как бы регуляризуете вашу нейронную сеть. Да. Мы говорили об изображениях. Оказывается, мы можем тренировать совершенную нейронную сеть не только на изображениях. Например, мы можем тренировать их на звуке. Мы можем применить так называемые short time Fourier transform. Когда у вас есть сигнал, вы бьете его на небольшие кусочки, для каждого кусочка вы считаете преобразование Fourier и получаете картинку, ну, спектрограмму звукового сигнала. Фактически у вас по вот этой размерности время, по вот этому частоты. И на таком можно тренировать совершенные нейронные сети. Вот это будет размер, соответствующий за время. Соответственно, размер ядра будет выделять какую-то область во времени. Например, если ширина ядра будет 5, возможно, будет там 5 секунд условно выделять. И тогда вот это будет область, на которую вы будете смотреть. А количество каналов будет совпадать с количеством частот, которые вы рассматриваете. Это главный поинт здесь. То есть у вас пространственный размер как бы 1, это время, а размер с каналов – это как раз частоты. И вы сможете обучить в таком совершенной нейронной сети. Что означает частоты в данном контексте? Почему ценить число? Ну, дискретное преобразование Fourier делается. Там, конечно, получается. А, все, понятно. Ну, кроме звука можно применять совершенные нейронные сети для текстов. Что вы можете сделать? У вас есть какой-нибудь словарь. И у вас есть текст. Вы текст бьете на токены. И каждый токен заменяете на one-hot encoding соответствующего слова. Например, у вас будет… Ну, что такое one-hot encoding? У вас будет вектор, у которого все нули, кроме одной позиции. И будет единичка стоять в той позиции, которая соответствует слову, которое как раз стоит на текущей позиции. Тогда вы получите в каком-то плане картинку. У нее пространственная размерность будет равна длине предложения. А размерность канала почему будет равна? Количество слов в словаре. Количество слов в словаре, да. И на таком вы можете опять тренировать совершенные нейронные сети и получать какой-нибудь результат. Например, вы можете там делать анализ тональности. Там положительный отзыв человек оставил или отрицательный. Вот смотрите, когда мы обучали полносвязные нейронные сети, у нас не было возможности варьировать размер изображения. Мы обучались, например, на Мнисте. Там было изображение 28 на 28. Мы растягивали вектор 784 и о нем тренировали полносвязную сеть. А что, если бы мы хотели работать с изображением большей размерности? Ну, не размерности, а большего разрешения. Допустим, там 128 на 128. Такие хорошо написанные цифры. Единственное, что мы могли бы сделать, это обратно сжать до 784 и врусить через полносвязную нейронную сеть. А здесь мы можем делать действие по-другому. Фактически свертки никак не ограничивают пространственную размерность. Мы можем всегда пропускать через них изображение. Это очень полезно, например, для текстов. У вас длина текста может быть разная. Вы хотите как раз тренироваться на приложениях разной длины. После того, как вы пропустите какое-то количество слоев, вы получите опять же вектор, но его размерность будет разная. Но при этом он же будет агрегировать признаки со всего текста. После этого вы можете пропустить полученный вектор через MaxPooling и агрегировать информацию по всей пространственной размерности. То есть, смотрите, допустим, у вас исходное изображение было ширины 2048. На выходе вы получаете пространственную размерность условно 7. Берете не 2048, а там 4000 с копейками. Получаете не 7, а условно 14 пространственную размерность итоговую. Дальше вы делаете MaxPooling и берете максимум по всем пространственным размерностям. И получаете как на изображении большего разрешения, так и на изображении меньшего разрешения 1 на 1 пространственную размерность. А количество каналов будет одинаковое. И дальше вы можете пропускать эти вектора через полно связанные нейронные сети. Ничего не понятно? Нет, вообще не понятно. А, окей, давайте нарисуем. Ну, опять же, будем с двумерными сигналами. Сигнал длины 4, сигнал длины 8. Вы пропускаете через нейронную сеть сверточную. И на выходе получаете, например, ширину вдоль пространственной размерности 2. Вдоль количества каналов будет какой-нибудь C. Здесь вы получите все еще то же самое число каналов. Так работает свертка. Но за счет того, что у вас исходный сигнал был длиннее, результат также получится длиннее. Ну, давайте считать условно, что там в 2 раза. Получили здесь 4. Теперь, если мы хотим в конце использовать какую-нибудь агрегацию по всем данным, мы для этого попробуем использовать планосвязные слои. Но вот здесь как бы 2 на 3 – 6, здесь 4 на 3 – 12, здесь 6, здесь 12 ячеек. Вектора разные размерности. Мы не можем их пускать в один и тот же слой. Согласны? Так. Поэтому делаем MaxPooling вдоль пространственной размерности. Вы берете и вот здесь агрегируете. Например, берете максимум. Получили одну ячейку. Здесь агрегируете, получили еще одну ячейку. Здесь агрегируете, получили еще одну ячейку. Их получили C на 1 вектор. Фактически взяли максимум по каждому каналу. И здесь также делаем. Здесь и здесь агрегируем. Получили вектор размерности 1 на C. У них одинаковая размерность. мы можем пропускать через план связанной нейронной сети. То есть фактически это такой хак, чтобы иметь возможность работать с изображениями разного размера. Или с текстами разной длины. Или с звуковыми дорожками разной продолжительности. А там информация не будет теряться? Возможно, когда будет большая часть. Будет. Конечно, будет. Но… Как мы делаем свертки, мы ее как бы преобразовываем. Мы выделяем ту часть, которая нам будет важна потом для классификации. В втором. В втором. Вот здесь. Ну, в втором нет. Но… Да, ну смотрите, у вас нейронная сеть обучалась все-таки на сигналах разной длины. И поэтому она, скорее всего, научилась все-таки правильно классифицировать для разных. разных длин последовательностей. То есть вопрос именно в том, почему она сможет классифицировать или в том, что… Ладно. Наверное, проще всего будет сказать, что давайте использовать не max-пулинг, а просто усредним с одинаковыми весами. Тогда мы не потеряем информацию. Можно еще раз? Можем вместо max-пулинга использовать так называемый global average-пулинг, где мы просто возьмем его средним с одинаковыми весами. То есть этот слой уже не обучается, а просто там один делить на количество, на пространственную размерность. Да, например, в каком-то плане, если у вас было два изображения с разными разрешениями, то, например, у вас был смайлик. В малом разрешении у вас смайлик разобьется на четыре части на последнем слое, и вы его соедините с коэффициентами 1,25, признаки, которые выделились из соответствующих областей. А если разрешение исходного изображения было больше, то, возможно, смайлик разобьется на большее число областей, например, на 8, на 16. И тогда вы возьмете с коэффициентом 1,16 каждый пиксель. И получается, что суммарно у вас вес вот этой области будет все еще одна четверть. Ладно, есть ли какие-нибудь вопросы? Ну, последнее, что обсуждали, коллега. А если новая размерность и как на старой размерности? Ну, то есть максимум уже, по сути, 2 раза уменьшает размерность, а если, допустим, у нас было в последней части не черезводность, а тренацию припустим? Как правило, такого не допускают? Обычно у вас там более-менее кратен, кратная размерность. Там, допустим, было тысяча до четыре, а потом тысяча пятьсот. Продолжится здесь так, что в конце не хапнет размерности. Да, вы можете с этим бороться при помощи пейтинга. Например, вы можете добить сигнал до ближайшей степени двойки. И там уже тогда вся математика сойдется, у вас не будет проблем с вычислениями. Окей, давайте еще два вопроса хотя бы. Какие-нибудь. Можете еще повторить про аритметику декомболюции? То есть, как вам все происходит? Собственно, какие коэффициенты там будут в том гидре и как по... Ну, то есть, можно ли по конволюции построить соответствующую декомболюцию? Да, у вас коэффициенты будут такие же, как и у прямой свертки. Если у вас раньше бралась вот эта область с коэффициентами V1, V2, V3 и так далее, суммировалось и давало одно число, вы обратно можете взять вот это число и разделить на соответствующие коэффициенты. А что мы делаем для конкретного выделенного элемента? Ну, то есть, как в данном случае будет выглядеть? Ну, то есть, на коэффициент делим, что умножаем? Ну, допустим, здесь были все веса 2. Да, допустим, все 2. Тогда, если у вас здесь были какие-то значения, то вот результат при прямой свертке, это было бы 2 на сумму значений. Да. Как мы можем лучше всего восстановить значения здесь, которые были? Если мы знаем, что здесь получил значение 18, вот здесь получил значение 18 после применения свертки, нам надо записать свои значения, чтобы минимизировать ошибку между тем, что было раньше и тем, что мы сейчас попробуем установить. Ну, там единицы, как я понимаю, должны быть, да? Да, получается единицы. Ну, когда мы передвинем квадратик на следующую штуку, ну, то есть, вверху передвинем квадратик, ну, допустим, там чуть ниже квадратик, там, допустим, не 18, а 27. В итоге вот нижние две штуки синие, что мы подсвечены, их нужно будет пересчитывать. А что мы в данном случае делаем? Ну, то есть, вы говорите о том, что у нас будет какая-то область, которая пересекается, и мы два раза запишем как бы… Разное значение, да. Или там, ну, у вас, по сути дела, надо же как-то решить обратную систему мнения, но как это вообще… Хороший вопрос. Ну, во-первых, можно сделать что-нибудь типа там, поделить на то, сколько раз перекрывается соответствующая область. То есть, тут уже идут какие-то хаки, которые позволяют это обходить. С тем уравнением можно попробовать решить, но это будет очень долго. Вам надо получить какое-нибудь быстрое, простое для реализации решение, которое вам позволит быстро обращать свертку. А в стандартном библиотекте вы реализовываете? В стандартном библиотекте вы сами реализуете. У вас есть просто Convolution Transposed, вот такая операция, и вы уже задаете у ней значение весов свертки, ну там, развертки. Ну, то есть, та пара армона, ну, основная группа литерков, ну, я не знаю… Здесь существующая какая-то… Ну… Ну… Ну, да, Convolution Transposed, который делает ровно вот так вот. У вас есть… Что-то… Да. Обратный стандарт, грубо говоря, тоже… Да. Тоже будет Индеграл. Ну, да, фактически это основывается на том, что если вы перейдёте в домен Фурье, то у вас свертка перейдёт в произведение. Обратная свертка будет… То есть, обратная свертка будет, видимо, тоже сверткой? Да. Да, окей. Можно, видимо, вот по такой формуле сделать через Фурье. Мы что-то объясним, потому что мы как-то обходим по квадратам, 15. Да, окей, согласен, согласен. Окей. Короче, обратная операция, как операция свертки, тоже свертка. Можно взять, по-умному, вычитать веса обратной свертки и как раз её сюда применять. Окей. Так, ладно, давайте перейдём к семинару. У нас сегодня будет довольно простая задачка. Надо будет взять решение с предыдущего семинара и посмотреть, насколько вы хорошо можете, насколько сильно можете улучшить качество вашей задачи. Ну, в семинаре вас прошу на амнисте это протестировать. Те, кто захотят, могут запустить на поиске ключевых точек на лице. И ещё вы сами реализуете сейчас свертку, пулинг и посмотрите, при каких высах какие эффекты вы получаете. Например, какие выса стоит взять для того, чтобы убирать шум из сигналов одномерных или шум из изображений. ИМОДСТА. Увел. Увел. Продолжение следует...